Гусеницы-бабочки. У этого стихотворения своя история. Я когда-то видел этих гусениц, и как раз на том участке, где мы живем в Германии, они, ну, некрасивые. Они даже неприятные. И представить себе, что из этой гусеницы появится прекрасная бабочка, ну, как-то сильно меня уж тронуло. Учитывая то, что нам так трудно верить, что в вечности когда-то мы будем другими, что мы преобразимся, что будет что-то нечто другое, прекрасное, красивое, гармоничное. Но у этого стихотворения есть и другое, другая история. Я читал его в тюрьмах, когда евангелизировали в тюрьмах Украины. И в одном месте, где я прочитал стихотворение, я раздал потом листы тем людям. И когда дошло время до того, чтобы опубликовать мой сборничек, то мне это стихотворение не оказалось. Я долго думал, где могу его найти. И обратился к людям, вышедшими с этой тюрьмы, которые стали там верующими и после, по жизни, продолжали быть верующими. И оказалось, некто сохранил это стихотворение и прислал мне его назад в Германию. И так оно попало в сборник. Гусеницы-бабочки. Возлюбленные мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим, как Он есть. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в унижении, восстает во славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Это пишет апостол Павел в своем первом послании Коринфянам, 15 глава, 42 по 44 и 49 стих. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Послание апостола Павла к римлянам, 8 глава, 29 стих. И теперь стихотворение. Гусеницы-бабочки. Зеленые, грузные, вечно жующие, на сочных листах и на ветках живущие, угроза для зелени, птицам от рада, ползут гусеницы-вредители сада. Они не поют, не играют и в прятки, они не бегут от беды, без оглядки, лишь только жуют, спят и быстро растут, и к цели неведомой будто идут. Однажды воскресное утро под кручей созвал их старейшина тело могучи. Они все пришли и уселись удобно, на время забыв вечный голод утробный. И он обратился. О, братья жующие, на сочных листах и на ветках живущие, поверьте, наступит тот день, и вы вдруг изменитесь чудно, вам мал станет круг. Вы ввысь полетите, где даль голубая, просторы земные, которым нет края, и бабочка яркая, веселая, задорная, к цветам, где нектар вы найдете отборный. Мы не верим, сказали зеленые братья. Ты бред говоришь, так не может все статься. Ты лучше оставь нас, позволь нас дремать, и пищу спокойно, используя, жевать. Зачем эти мысли про бабочек вольный, про крылья, полеты, цветы и раздолья? Нам легче не думать о том, что есть вечность, и просто, как все, жить легко и беспечно. Как бабочка раньше была гусеницей, так даст нам Бог жить после ночи в светлице. Он ждет нас и хочет, чтобы верою жили, друг друга прощали, сердечно любили. Он крылья нам даст, и увидим живущих, без веры, надежды, в заботах стоющих, и все на земле нам покажется бренным в сравнении с красотами Божьей Вселенной. Дай Бог нам сейчас увидеть глазом веры богатство небес, без предела, без меры. Дай Бог нам увидеть все ужасы ада. Дай Бог нам увидеть, что делать не надо, чтобы с верой в Христа, невзирая на ветер, идти к небесам и за грех быть в ответе. Дай Бог нам решение принять в этой жизни, чтобы быть нам однажды в небесной отчизне. Поверьте, о люди, вы ныне живущие, без веры, надежды, в заботах стоющие. Наступит тот день, вы изменитесь вдруг, и бабочкой вдаль понесется ваш дух. Вопрос, полетит ли в небесную даль, или в недра земли, где боль и печаль, увидит ли славу Иисуса Христа, или будет в огне все века коротать. Друзья, о поверьте, есть рай и есть ад, и мертвые в жизнь не вернутся назад. Поверьте нам быть или в раю, или в аду. Старайтесь, друзья, чтобы быть с Богом в ладу.